К нашему эфиру присоединяется экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, историк Михаил Крутихин. Михаил Иванович, приветствуем. Добрый день. Для того, чтобы финансировать военную машину, у Российской Федерации нужны деньги. Деньги Российской Федерации – это российский газ, российский нефть, поставляемые за рубеж. В данном случае хотел бы один из моментов ответить, например, что в первом полугодии 2023 года спрос на газ в Российской Федерации упал на 30 миллиардов кубометров. Если говорить о процентном соотношении, то зависимость Европейского Союза от российского газа теперь состоит порядка 8%. Это значительное уменьшение по сравнению с предыдущими периодами. Но заменить эти 8% российского газа практически невозможно. Объясните, пожалуйста, как обстоят дела? Почему есть эти незаменимые 8%? Что может Европа сделать, если не на данном этапе, то в ближайшем обозревом будущем, для того, чтобы полностью слезть с нефтегазовой иглы Российской Федерации? Можно посмотреть, куда по-прежнему идет российский газ и где без него якобы не могут обойтись. Мы видим Австрию, которая покрывает свои потребности в газе на 60%, а в некоторые месяцы даже еще больше, там до 64% за счет российского газа, который получают через украинскую территорию. Есть Сербия, есть Венгрия. Эти две страны получают российский газ по так называемому турецкому потоку. Это через Турцию и Болгарию. Болгария не берет сейчас российский газ. А вот Сербия с Венгрией там на другом конце этого маршрута все-таки продолжают получать. Проблема в том, что и у Австрии, и у этих двух стран нет замены российскому газу, потому что не существует таких газопроводов такой мощности, которые позволяли бы получать газ из других каких-то стран. Ну, например, газ, который прибывает в Европу в сжиженном виде, его можно получать в любом терминале, а потом дальше доставлять его по всей Европе по трубопроводам в эти страны. Вот, к сожалению, логистически пока этот вопрос они не решили. Идут переговоры, те же венгры и сербы ведут переговоры с Хорватией, с Италией, с другими странами о том, чтобы получать дополнительно сколько-то газа. Но пока этот вопрос они еще не решили. И российский газ в эти, главным образом, страны продолжает поступать. А что касается Украины? Украина впервые пройдет предстоящий отопительный сезон только за счет газа собственной добычи. То есть у нас получается, получается, извините за эту автологию, просто полностью обеспечивать себя газом. И действительно ли это так? И, возможно, мы сможем его еще и экспортировать в какой-то будущей перспективе? Да, на этот сезон это совершенно реалистичная картина. Во-первых, у Украины есть запасы газа, накопленные в подземных газовых хранилищах. Во-вторых, ну, в принципе, не очень сильно упала добыча газа, собственная добыча газа, которая в лучшие годы была где-то 20 миллиардов кубометров в год. И, к большому сожалению, сократилось потребление газа в результате войны. То есть промышленность во многих местах не потребляет столько газа, сколько она могла бы потреблять в мирное время. И вот все эти факторы сработали на то, что Украина сейчас обеспечивает себя газом. Ну, даже когда не было войны, в принципе, существовали планы не только самообеспечения, но еще и налаживания экспорта газа из Украины. Были переговоры с иностранными компаниями. Я помню вот участников этих переговоров во время международных газовых форумов, которые проходили в Киеве. И там говорили, что если применить западные технологии и обеспечить интенсификацию добычи газа на уже давно открытых месторождениях, в Полтавской, например, области, то можно не только обеспечить Украину своим газом, но еще и наладить ее экспорт. Я думаю, что это реалистичная картина. Не в этом году, не в следующем году, но через несколько лет это можно будет сделать. Что касается подземных хранилищ Украины, то я сейчас наблюдаю такую картину, что некоторые газопроводы, которые пересекают границу Украины в западном направлении, работают на реверс. И европейские компании, трейдерские компании, те, которые закупают газ на зиму, пользуются емкостями, то есть арендуют емкости в украинских подземных хранилищах для того, чтобы там держать газ. Вот туда сейчас накачивают дополнительно чужой еще газ, который эти компании будут использовать, а Украине платить за его хранение, за работу этих подземных хранилищ. Так что с газовым сектором в Украине, я думаю, далеко не все плохо. И даже мы видим не только успехи, но и перспективу на будущее. Михаил Иванович, а что происходит с российской нефтью? Если верить сообщениям Financial Times, то Российской Федерации удалось избежать ограничений Большой Семерки на большую часть своего нефтяного экспорта. За счет чего? Вот тут немножко лукавые подсчеты и Financial Times, и других источников, которые подхватили эту новость. Сюда в одну кучу вкладываются те объемы нефти, которые Россия продает по нефтепроводам. Санкции-то у нас работают на нефть, которые морем экспортируются из России. А сюда свалили все, что только можно. Это огромные объемы, которые Россия поставляет по нефтепроводу. Восточный Сибирь, Тихий океан. Во-первых, это в Китай. А во-вторых, с Тихоокеанского побережья идет экспорт танкерами. В основном тоже в Китай, но все-таки другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона тоже получают эту нефть. Это нефть хорошего качества. Она даже торгуется с наценкой по отношению к тому же самому бренду. С Сахалина Россия экспортирует нефть марки «Сокол». Это высококачественная нефть. Ее стоимость сейчас где-то приближается к 100 долларам за один баррель. И вот эти дальневосточные поставки, и морские, и трубопроводные нефти, они не облагаются никакими санкциями. Второй момент, который забывают авторы таких сенсационных статей, это то, что когда Россия экспортирует нефть танкерами в западном направлении, из Балтики, из Черного моря, то здесь тоже есть проблемы. Да, действительно, мы видим, что нефть попадает к потребителям очень часто по цене выше вот этого самого пресловутого потолка, в 60 долларов за баррель. Мы видим, что цена российской нефти сейчас в таблицах международных агентств, это где-то между отметками 74 и 79 долларов за баррель. Вроде бы Россия получает много. Но где эти доллары? Потому что Россия получает... Ну, основная масса сейчас нефти идет в Индию, а там долларами не рассчитываются. Там в последнее время стали пытаться рассчитываться китайскими юанями, а когда они насчитали, ну, по некоторым подсчетам, больше 40 миллиардов долларов за время поставок в Индию, российской нефти. Но это было в индийских рупиях, а рупии лежат в банке мертвым грузом, одевать их совершенно некуда, потому что в Индии нет такого объема товаров и услуг, которые могла бы импортировать Россия за эти рупии. И поэтому, когда говорят, Россия всех обманула и против санкций действует, получает за свою нефть много, то это очень сильно притянуто за уши. И, как я уже говорю, трубопроводы и ведущие в Китай, и на Тихий океан, и Тихоокеанская нефть, они не попадают под санкции. А вот санкции... Ну что, в результате санкций, во-первых, действительно сократилась цена российской нефти. Мы видим, что сокращаются доходы от нефти, нефтегаза в российский бюджет. А во-вторых, доходы-то эти не в долларах, а в тех самых фантиках, которые невозможно использовать. Да, ну если экспорт российской нефти сократился, значит, в России остается больше нефти. Больше нефти для внутреннего рынка. Так получается? А вот это не получается. Вот-вот, об этом я хочу спросить. Потому что Россия объявила, что она сократила еще с мая, вот по отношению к майским объемам, 300 тысяч баррелей в сутки и Россия сократила экспорт нефти. Значит, получается, что в России должно оставаться больше нефти. Ну, теоретически, да. На внутреннем рынке идет. Да. А мы видим, первое, это перебои, дефицит. Мало того, дефицит даже в таких областях, где снабжение топливом налажено превосходно. Самарская область, где три нефтеперерабатывающих завода около Самары, принадлежащие Роснефти. И там вдруг идут перебои в снабжении нефтью. Ну, что это означает? Раз сократился экспорт и сократилась подача нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок, это значит, добыча в России падает. То есть, действительно, это сейчас секретные данные. То есть, никто не признается, сколько на самом деле нефти добывает Россия. Но, судя по простой арифметике, и там уменьшилось, и там уменьшилось. А в результате, значит, меньше нефти. В России нет никаких стратегических хранилищ, куда что-то можно закачивать. Это либо экспортировали, либо переработали и потребили внутри страны. А раз и там, и там идет по минусу, значит, и добыча нефти довольно сильно сокращается. По поводу газа. Российские производители сжиженного нефтяного газа, LPG, возобновили регулярный экспорт через Порт Керчь в оккупированном Крыму после восьмилетнего перерыва, несмотря на угрозы безопасности. Что это за угрозы безопасности? А здесь путаница какая-то. Это не сжиженный природный газ. Это так называемый сжиженный углеводородный газ. Это та самая бутан-пропановая смесь, которая на многих кухнях, в баллонах существует. И в некоторых автомобилях, которые питаются газом. Это фактически побочный продукт газового и нефтяного производства. Это не метан, который идет как сжиженный природный газ, как трубопроводный газ. Это бытовой кухонный газ в тех самых знаменитых баллонах. Да, действительно, какие-то объемы этого продукта, нефтегазовой промышленности, они поступают на экспорт. Увеличение не такое значительное, но торговля этим товаром идет и вполне успешно развивается. Этот товар тоже не облагался никакими пошлинами. Да, есть еще на что обращать внимание западным партнерам Украины. В любом случае следим за ситуацией. Михаил Иванович, спасибо большое. Спасибо за профессиональную оценку происходящего. Михаил Крутихин, экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку и историк. К нашему эфиру присоединялся.